Наша цель – это здоровье. Те сотрудники, которые производят эти измерения, я определяю симптомы, у них есть медицинское образование? Нет, конечно. Это не требуется защитный протокол. После первого локдауна мы потеряли, у нас было два залов, мы потеряли один зал. Второй локдаун мы просто не переживем. В тех антисептиках, которые вы предлагаете клиенту, содержится ли там такие химикаты, как АДБАХ, АДБАХ, ПГМГ и диоксид титан? Вот он, пожалуйста, прямой источник заражения, но при этом… Мы все-таки нацелены на здоровье, и мы согласны на введение системы QR-кодов. Вы 417-е постановление выполняете, правительство? Клиенты приходят в клуб в масках, проходя термометрию, потом в клубе они могут не использовать маски. Протокол безопасности кем подписан? Губернатором. Губернатором? А Миньюсер зарегистрирован? То есть он не является нормативным правом маркером? Мы абсолютно, фитнес-индустрия, согласны с QR-кодами. Ну, это, видимо, фактор градообразующих предприятий города Сургута, где на работе всех по-хорошему попросили поставить прививку. Обязать всех сотрудников вакцинироваться, иначе отстранить от работы. Вы уведомили своих сотрудников, что они обязаны вакцинироваться, иначе их отстранят от работы? Для того, чтобы люди просто посидели дома и никуда не ходили, мы получили противоположный эффект. Обозначалось, что во время физических нагрузок человек выделяет аэрозоль, содержащую себе патоген. То есть все эти меры соблюдаются. Поэтому первым делом, от чего я откажусь, это от похода на тренировку. Когда клиентам предлагалось привиться, все сказали, ну, а зачем? То есть летим локдаун, мы сейчас все равно все дома будем сидеть. Убеждать их в том, что нужно прививаться. И мы должны пропагандировать прививки. Поэтому безобидно вы должны привиться. Я могу организовать в своем клубе эту организацию прививочного кабинета. Когда предлагают клиентам пройти курс вакцинации, в ходе того, что говорят, что, извините, конечно, это не ваше дело. Не надо вмешиваться сюда, это мое личное. Ну, то есть на этом мы можем, мы уже ограничены в своих собственных действиях. Плюсом, многие клубы могут посодействовать в организации на территории клубов привычных кабинетов. Но, опять-таки, мы не можем это сделать просто так. Это требуется подтверждение от Роспотребнадзора, потому что там строгие требования по СанПИНу. Ну, в частности, я в своем клубе могу предоставить помещение, но оно у меня не проходит по площади. Если Роспотребнадзор согласен, будет пойти на какие-то дополнительные эти меры ввиду текущей ситуации, то без проблем организуют. И нам проще будет вести вот эту вот работу. То есть когда мы с клиентом обсудили, что да, он может вакцинироваться или нужно вакцинироваться, что это дополнительная, скажем так, возможность избежать тяжелых последствий. И вот он, кабинет. Ну, это все говорит само за себя. То есть какое железо пока много лечит? Я правильно понимаю, что меры защиты, то есть индивидуальные, да, то есть сам маски, перчатки, обработка помещения, инвентаря, и плюс еще вы предлагаете даже поставить пункт. Да, безусловно. То есть у нас действует защитный протокол, по которому первый пункт – это введение входного контроля, входной фильтра, так называемый. То есть по которому, если администратор видит хотя бы один признак ОРВИ у человека, либо просто даже плохо человек выглядит, то мы уже его ограничиваем в доступе к занятиям. То есть предлагаем ввести в следующий раз и автоматически замораживаем карту. Ну, потому что, может, человек просто заболел, действительно уже заболел, а потом просто забудет нам перезвонить и так далее. Чтобы избежать этих конфликтов, мы предлагаем сразу же какие-то меры. Соответственно, без масок в свободных зонах у нас никто не ходит, все обрабатывают руки, как это положено. Замеряется температура, данные заносятся в журнал, подроспись клиента. То есть все действует полностью в соответствии с защитным протоколом. Спасибо. Идемте туда. Да. Спасибо, что пришли. Всем еще раз добрый день. Наверное, слово дам Александру. Два слова, для чего мы здесь, в принципе, собрались, да? Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Да, мы собрались сегодня здесь представителями фитнес-клубов города Сургут, Сургутского района. По простой причине, что мы обеспокоены текущей ситуацией с ростом заболеваемости и с введенными нерабочими днями, и с рисками введения локдауна, которые мы с очень большим страхом ожидаем. И в силу этого мы, во-первых, хотим выразить свою готовность к сотрудничеству с органами власти. Мы хотим донести многие вещи, которые мы должны вместе обсудить, которые мы хотим, чтобы были услышаны с нашей стороны, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены при введении прошлого локдауна. Напомню, что в 2020 году, 28 апреля, нас закрыли на неделю, и в конечном итоге мы просидели в локдауне практически больше 4 месяца. К чему это привело? Ну, я думаю, что у каждого здесь присутствующих на этот счет очень много болей. И мало кто хочет, скажем так, вспоминать этот период тяжелейший. Кто-то перенес хуже, кто-то лучше, но это вопрос не к тому. Вопрос к тому, что мы хотим избежать повторения этой проблемы. И первая причина этому даже не то, что мы потягиваем убытки, а связано с тем, что фитнес – это все-таки здоровье. К нам обращались многие клиенты, которые, в первую очередь, потеряли форму. Кто-то начал набирать вес. Кто-то обострились хронические заболевания, которые ушли, когда они начали заниматься фитнесом. Вот это хотелось бы избежать. Если мы посмотрим статистику смертности, то есть мы увидим на первой строчке, к сожалению, это не инфекционные заболевания, это не ОЛИ, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Как раз это то заболевание, которое может лечить фитнес. Ну, даже любой кардиолог скажет, есть у них такая калатая поговорка, что от гипертонии невозможно вылечиться, но от нее можно убежать. В прямом смысле слова. То есть это активный образ жизни, это физическая культура. Ну, спорт не будем говорить, потому что у спорта немножко другие, скажем так, цели при тех же инструментах. Наша цель – это здоровье. И статистика показывает, что те, кто приходят в фитнес-клубы за физической культурой, они становятся здоровее, иммунная система их становится более крепкой, и они более легкой формы переносят все заболевания, в том числе сезонные, ОЛИ и все, что с этим связано. По всему прочему, насколько я помню, в 2019 году президент в своих майских указах обозначил вовлечение населения России в занятия спортом и фитнесом до 70% как национальный приоритет, то есть стратегию дальнейшего развития. То есть это не пустые слова, мы всячески этому способствуем. Но лично мой клуб в этом году признан как социально ориентированный вид деятельности. То есть мы получили там определенные субсидии с этим связаны, но не это главное. То есть это говорит о том, что мы не просто коммерческие структуры, то есть мы те структуры, которые несут общественную пользу. То есть мы приносим пользу обществу, мы оздоровляем людей. Ну вот я думаю, что дальше мои коллеги меня поддержат, и каждый дополнит ту глубокую мысль, которую я пытаюсь высказать. Ну смотрите, 8 ноября у нас введены QR-коды. В связи с этим хотел бы, наоборот, в позитивном моменте сказать о том, что клубы работают, можно сказать, в обычном режиме. Любимые программы клиентов, они доступны им. Это ни в коем случае никак не ограничивает людей, которые в первую очередь вакцинированы или имеют потерянный причинам QR-коды для посещения. С точки зрения фитнес-клубов, да, многие здесь используют механизм встречи гостей, QR-кода и по возможности введения этой информации в CRM-систему для того, чтобы в последующем ускорить процесс отметок клиентов. Да, это первый момент. Сопределены все санитарные нормы. Это предварительная загрузка залов, предварительная запись на занятия, это социальная дистанция в клубе, это термометрия на входе. Все это позволяет, в принципе, работать нам безопасно. И одна, наверное, из истории, почему мы собрались здесь, она вроде как дает работу, но мы все равно собрались здесь, для того, чтобы повторилась та история 2020 года, когда мы закрылись и 5 месяцев просто ждали информацию об открытии. Мы можем работать безопасно, и я все-таки про позитив, что есть возможность у клиентов заниматься. И действительно, фитнес – это здоровье нации, потому что со взрослым населением, по сути, работаем мы. Фитнес-клубы, люди приходят заниматься к нам, тем самым показывая пример своим детям. Второй момент – это люди, которые занимаются спортом, это абсолютно фитнесом, это абсолютно не секрет. Они лучше себя чувствуют, иммунная система работает лучше. В связи с этим, как бы, наоборот, показанием для занятия является физическая активность. Поддержание физической активности позволяет бороться с любым недугом, с любой инфекцией. Поэтому хочется про это, про то, что успокоить клиентов, о том, что с 8-го числа клиенты могут приходить на свои любимые тренировки и продолжать занятия в клубе. Ну, я что могу сказать? Да, сегодня мы собрались, конечно, на такой позитивной ноте, что фитнес-клубы ни в коем случае закрывать нельзя и исключить из списка локдауна, потому что мы напрямую, наверное, даже работаем, ну, не напрямую, а в совокупности с медиками, потому что после заболеваний люди приходят к нам и восстанавливаются, даже после того же коронавируса. И наши клиенты оставляют прекрасные отзывы, говоря, что там вся семья заболела, а меня миновало, потому что у меня систематическая физическая нагрузка. Ну и, конечно, финансовая часть, это неотъемлемая часть нашей жизни, да, как все понимают. И когда нас в прошлом году, еще раз повторюсь, закрыли почти на пять месяцев, и предприниматели, которые связаны с фитнесом, мы, конечно, были на грани выживания. И мне просто хочется донести информацию до наших руководителей, до нашего округа, что второй локдаун мы просто не переживем, потому что мы еще не до конца оклемались от локдауна прошлого года. Да, у всех есть какие-то финансовые обязательства, долговые обязательства, которые накопились благодаря прошлому году. Как бы не хотелось бы, чтобы это повторилось еще раз. И я думаю, что все поняли, что это прям была такая большая ошибка, когда нас в прошлом году закрыли вместе с Москвой. И не очень хочется, чтобы это повторилось в этом году. И, ну, в общем, переживания у нас есть по этому поводу, но мы все-таки настроены на позитив, и мы надеемся на то, что наше правительство нас услышит. И мы все-таки нацелены на здоровье, на укрепление иммунитета. Ну и все в этом роде. И мы готовы, конечно, помогать. И мы согласны на введение системы QR-кодов, которая будет у нас с 8 ноября. Поэтому мы всегда открыты к общению, мы всегда готовы помогать. У меня все. Все. Как представитель фитнес-индустрии города Сурбута, хочу поддержать своих коллег из города и округа. Со стороны работника данного направления могу смело сказать о том, что да, мы действительно стараемся и соблюдаем все требования и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Мы полностью готовы к системе ввода QR-кодов. Со своей стороны мы готовы к обработке помещений и делаем это систематически на ежедневной основе. Согласно графику, также помимо этого мы работаем по части очистки, в том числе системы вентиляции, кондиционирования регулярной. Мы заботимся о здоровье своих клиентов по части измерения температурного режима. У нас введен масочный режим, у нас тренерский состав систематически также занимается введением мер, в том числе не только физкультурно-здоровительных, но в том числе и введение дополнительных витамин, которые позволяют укрепить здоровье тех людей, которые столкнулись с данной болезнью. Хотелось бы также обратиться с просьбой о возможности действительно прислушаться к нашим просьбам, ввиду того, что, как уже сказала Юлия, есть определенные последствия и прошлого локдауна, и очень многие организации на самом деле и утратили свою возможность качественно предоставлять спортивно-оздоровительные услуги населению. Помимо обязательств, которые у нас есть текущие в виде арендных платежей, возможно, каких-то кредитных обязательств, есть самая большая ответственность – это социальная, а именно выплата заработной платы тем сотрудникам, которые заботятся о здоровье населения. Поэтому будем надеяться, что наши слова и просьбы будут услышаны. Спасибо. Вопросы можно? Конечно. Я так понимаю, вы все являетесь представителями бизнеса, фитнеса в городе Сургут, либо ассоциации, которые представляют интересы бизнеса. Подскажите, вы 417-е постановление выполняете, правительство, а предоставляете средства индивидуальной защиты, когда к вам приходят люди без масок? Конечно. Здесь история такая, что клиент, вообще есть протокол безопасности, который был разработан в 2020 году, согласно которому мы открывали, в принципе, индустрию после пандемии. Там четко прописано, что клиенты приходят в клуб в масках, проходя термометрию, потом в клубе они могут не использовать маски. На тренировках, имеется в виду, непосредственно. На тренировочных процессах маски не используются. Почему? Это прописано в протоколе безопасности, который согласовал. Протокол безопасности кем подписан? Губернатором. Губернатором? А в Минюсте зарегистрирован этот протокол? Нет, конечно, мы только используем официальный документ. То есть он не является нормативным правовым актом? Ну, наверное, является. Почему? Ну, если в Минюсте не зарегистрировали? Ну, наверное, у нас есть протокол, который есть от органов правительства, мы не работаем согласно им, а уже зарегистрированы они в Минюсте или нет, это, наверное, не к нам вопрос. Давайте я вам немножко историю расскажу, да, то есть как мы открывались в прошлом году. Была организована инициативная группа, да, то есть которая на основании защитного протокола, разработанного на федеральном уровне, то есть это московские и питерские клубы совместно с ассоциацией операторов фитнес-индустрии, совместно с еще одной организацией, не использую сейчас название, они разработали этот защитный протокол и предложили его Роспотребнадзору, который это все дело согласовал и отправил куда-то там дальше на согласование. На основании этого начали выходить уже защитные протоколы в регионах, и мы полностью взяли за основу этот защитный протокол, согласовали его с местным Роспотребнадзором, на основании чего губернатор нашего округа разрешил нам открыться со стольным соблюдением этого защитного протокола. Теперь, почему дальше можно не носить маски в клубе? Дело в том, что входной фильтр предполагает полную проверку человека, безусловно, без ПЦР-тестов и так далее, то есть не медицинских, проверку на того, есть ли у него симптомы. То есть это проверка температуры, это проверка внешних каких-то признаков и так далее. Дальше человек попадает у нас, он в маске попадает, в раздевалку, где он должен быть в маске, в раздевалке у нас работают рециркуляторы закрытого типа, которые могут работать в присутствии людей. И только после этого, дойдя до тренажерного зала, зала групповых программ или какого-то другого зала, он уже может снять маску для, собственно говоря, осуществления тренировочного процесса. После которого он снова одевает маску, возвращается в раздевалку, в душе, безусловно, конечно же, он маской не пользуется, но на выходе он уже снова может быть в маске. То есть и мы это строго контролируем. Вот те маски, которые вы выдаете, дело в том, что я вопрос задал очень точный. То есть согласно 417-му постановлению, обязаны выдавать средства индивидуальной защиты, которые соответствуют ГОСТу. Если выдается некое подобие маски с названием «медицинская», и то это только на словах… Нет, мы из аптеки купили, подняли, ничего не придумали. А в индивидуальной упаковке сертификат соответствия есть? Конечно, мы из аптеки купили, подняли, условно, я говорю, как в моем клубе. Это заказ с аптеки, с пакета, выдача клиента, если у него нет своей маски. То есть… Ну, вы поймите, если у нас проходят проверки Роспотребнодзора, то есть они смотрят, что за маски у них у нас, что у нас за мующие средства мы используем, что у нас стоит для дезинфекции рук, и проверяют, сертифицировано ли это все. То есть не просто так мы бы на штрафы попадали. А вот те сотрудники, которые проверяют симптомы термометрии, я так предполагаю, скорее всего, лазерный какой-то термометр используется? Ну, по-разному. То есть это бесконтактная система термометрии. То есть у кого-то установки автономные стоят, у кого-то ручные. Те сотрудники, которые производят эти измерения и определяют симптомы, у них есть медицинское образование? Нет, конечно. Это не требуется защитным протоколом. Благодарство. Если нет вопросов, то в принципе я поддержу коллег. Скажу лишь то, что на мой взгляд закрытие, такое полное закрытие в виде локдауна абсолютно не решает проблему с заболеваемостью. Оно, конечно же, как-то снижает, наверное, но глобально мы все видим, что мировая практика показывает историю, где и закрывают, и где не закрывают. В общем-то везде люди болеют. Вот вакцинация, как тот пример, она работает, не будем, может быть, мы сейчас углубляться в эти детали, но статистика в тех странах, в которых люди в большей части вакцинированы, там заболеваемость начинает, количество заболевших начинает падать. Поэтому мы абсолютно, вот фитнес-индустрия, согласны с QR-кодами. Мы просто даже согласны, мы поддерживаем это абсолютно правильно. И QR-кода вакцинированные сотрудники должны быть. Вот у нас в зале практически 95% сотрудников. Один человек остался, поставил. И среди клиентов это абсолютно правильная мера. Мы за нее, мы поддерживаем эту меру. Что касается экономики, то после первого локдауна мы потеряли, у нас было два зала, мы потеряли один зал. Вынуждены были закрыть его. У нас есть кредитное обязательство, которое мы сейчас платим из личного имущества уже. Мы потеряли 50% клиентов. У нас такой вид фитнеса специфический, не классический фитнес-клуб, а групповые тренировки, где большую роль играет сообщество. Мы потеряли сообщество в зале и, собственно говоря, обменим такой сегодня результат. Если сейчас будет еще один локдаун, то перспективы финансовые нас как бизнеса, они очень-очень негативные. Поэтому готовы соблюдать все меры безопасности, готовы очень жестко отказать клиентам, если у них не будут всех соответствующих документов, которые с 8 числа должны будут применяться. Мы провели предварительные опросы клиентов. Нас удивила, кстати, статистика, очень большое количество людей вакцинированы в зале. Это, видимо, фактор градообразующих предприятий города Сургута, где на работе всех по-хорошему попросили поставить прививку, да, и как бы, ну, для нас формально это хороший показатель, поэтому мы надеемся на то, что плодал мы не будет, вопрос будет такой положительный для нас. Вот. А вы своих сотрудников уведомили, насколько мне известно, вышло постановление, по-моему, санитарный врач МАО выписывал, что обязать всех сотрудников вакцинироваться, иначе отстранить от работы. Вы уведомили своих сотрудников, что они обязаны вакцинироваться, иначе их отстранят от работы? Есть документ, в котором говорится, я не помню, там 80, да, должно быть процентов? 80 процентов. Сейчас 100 процентов. Да, вот 80 процентов, вот тот документ я читал, и тот документ, естественно, я всем сотрудникам в нашем общем корпоративном чате разослал, вот сказал, что, ребят, вот такой документ, согласно которому вы должны вакцинироваться, да? Там прописано, что сфера услуг, вот, фитнес, это та сфера, которая относится к категории работников данных сфер, должны быть вакцинированы, да? Да, с нашей стороны, мы провели очень серьезные беседы с личным составом на предмет того, что, ну, как бы, сейчас время такое, что, ну, если мы хотим оставаться на рынке, мы просто должны принять для себя решение и двигаться дальше. В принципе, увидели, как сотрудники поддержали нас, на текущий день у нас 90 процентов сотрудников вакцинированы, и мало того, те, кто 10 процентов остались, они уже сделали первую прививку. Здесь история такая, по 8 числу мы готовимся, у нас есть чуть больше времени, мы в том числе начали беседы с клиентами на эту тему, да, и в принципе мы встречаем одобрение со стороны клиентов в том числе, что клиенты тоже понимают и они тоже про безопасный фитнес. Еще такая тема, что совсем до этого мы начали развивать, ну, в моем клубе с медицинской лицензией мы начали развивать направление восстановительного фитнеса. В принципе, мы видим актуальность этой темы с точки зрения восстановления в том числе после перенесенных заболеваний. Клиенты на эти направления записываются предварительно, соответственно, есть огромный пласт людей, которые реально не знают, как это делать. Мы готовы на себя взять эту социальную роль, да, с учетом всех там ситуаций, с учетом всех цифр, мы готовы проводить эти тренировки для клиентов. Добавлю, то есть в моем клубе команда точно так же с глубоким пониманием отнеслась к текущим обстоятельствам и, собственно говоря, у нас практически все привиты, только два тренера силового состава пока еще не привиты, но они имеют этот вот. В связи с этим как бы мы полностью соблюдаем требования, которые в последнем постановлении обозначили, ну и, соответственно, мы за безопасный фитнес однозначно, но вместе с тем есть еще, скажем так, помимо наших страхов есть страхи клиентов, да, и в первую очередь клиенты к нам приходят и указывают на некую нелогичность введения QR-кодов, точнее, не введения самих QR-кодов, а некую такую дифференциальность при их введении, да, рядом с нами там недалеко расположены различные алкомаркеты и так далее, там QR-коды не требуются, да, почему? Потому что они ставят витрины с товарами первой необходимости. Ну, мы все понимаем логично, да, что люди идут туда не за товарами первой необходимости, за которыми они пойдут в крупный какой-то маркет, опять же таки не будем называть он какой, вот, а в алкомаркеты идут целенаправленно за приобретение алкогольной продукции. И только лишь потому, что у них стоит некая витринка, да, на которой есть что-то необходимое для того, чтобы не быть закрытым, они продолжают функционировать. То есть получается нелогичность. Наши клиенты обращают внимание практически каждое второе, что, ребят, вы вводите QR-коды, но при этом я иду в алкомаркет, там ничего не планируется вводить, приходите кто хочет. Вот, то есть очень хотелось бы, чтобы вот на этот момент обратили власти и что-то с этим сделали, то есть уравняв всех, потому что получается там, где мы что-то делаем, что-то ограничиваем, то есть какие-то гарантии имеем, то тут же рядом мы это все просто обнуляем. Вот как бы вот так не хотелось бы. Плюсом не стоит забывать, что в текущей ситуации президент Российской Федерации объявил о нерабочей неделе. Туроператоры буквально на следующий день сразу же начали отмечать резкий рост. Ну, если посмотрите, мест практически нет, все забронировано. На Кубани уже отмечают, что они вышли на практически уровень лета по бронированию отелей. То есть о чем это говорит? О том, что люди воспринялись совершенно не так информацию. То есть для нас нерабочие дни были введены для чего? Для того, чтобы люди просто посидели дома и никуда не ходили. Мы получили противоположный эффект, когда люди просто садятся и куда-то едут. При том, что на входе в аэропорт QR-коды не требуется. ПЦР-тест не требуется. При посадке в самолеты на внутренних объявлениях не требуется. И мы получаем ситуацию, когда человек не может прийти за здоровье в клуб, если объявят локдаун, но при этом он свободно может, будучи, допустим, заразным, спокойно поехать куда-то, в другой регион, повезти эту заразу туда и потом оттуда привезти что-то на много. Какой-то новый штаб, может быть, какой-то там другой ОРВИ и так далее, который еще больше, скажем так, даст нагрузку на нашу медицинскую систему, наш локдаун. То есть вот это вторая нелогичность, которую отмечают клиенты. Ну и, собственно говоря, мы точно так же являемся клиентами многих организаций и мы тоже как клиенты это видим. И здесь еще один очень важный момент очень хочется озвучить именно статистический. Вот последние новости, которые я вчера прочитал по опросам, это то, что, прямо так подчеркну, только 30% югорчан решили уехать вот в эти нерабочие дни. Ну, давайте задумим, что такое 30% югорчан. Ну, в Сургуте, к примеру, это почти 130 тысяч населения. Для всей Югры это значительно больше, это почти 700. То есть 700 тысяч сейчас одномоментно сейчас куда-то поедут и потом вернутся. При том, что вовлеченность нашего населения в фитнес 4, в редких случаях 6% исключительных клубов каких-то. То есть, что такое 4% для Сургута? Это 15 тысяч человек. Для округа это 80. То есть, мы, получается, что 700 тысяч человек сейчас готовы отправить на распространение инфекции, но при этом 80 тысяч человек мы запретим просто-напросто поправлять свое здоровье. Ну, как бы вот вот эта большая такая статистическая проблема, которая, по крайней мере, возникла сразу же, как только появился риск локдауна. И хотелось бы, чтобы эту статистику все-таки приняли во внимание. Был у нас разговор с врачами, которые привели выдержку из рекомендаций ВОЗ, почему нужно закрывать фитнес-клубы, в которых обозначалось, что во время физических нагрузок человек выделяет аэрозольц, содержащую себе патоген. Соответственно, как бы она распространяется по помещению, где она занимается, и другие посетители могут, так как не используются СИЗы, собственно говоря, этот патоген в себя получить и, соответственно, заболеть. Но, здесь возникает вопрос. Мы работаем опять же-таки по защитным протоколам. У нас в клубах установлена система вентиляции, то есть у нас не просто закрытые клубы, какие-то помещения там и так далее. У нас тоже работает система вентиляции, которая по СНИПам, насколько я помню, должна обеспечивать 6-8-кратный воздухообмен. То есть о чем ты говоришь? Что каждые 10 минут максимум у нас воздух в наших помещениях меняется, то есть он свежий. Соответственно, тем самым обеспечивается удаление этих аэрозолей. И мы этот момент обсуждали уже с Роспотребнадзором, обсуждали эксперты на федеральном уровне, да, то есть все пришли к выводу, что в принципе, да, риск заражения во время занятий, он минимальный. Добавляем к этому момент того, что все тренажеры расставлены с учетом социальной дистанции между людьми. Групповые занятия происходят ровно так же с ограничениями по количеству на квадратный метр. Насколько я помню, один человек на 5 квадратных метров расчет по защитному протоколу. 4 или 5, то есть все эти меры соблюдаются. Поэтому врачи согласились, что да, риск значительно ниже, чем, ну, извините, вечером зайти в алкомаркет, в котором, давайте по-человечески будем откровенны, да, сами собой, но обратите внимание, в алкомаркетах практически нигде нет вентиляции. Они всегда находятся в небольших помещениях, они экономят на аренде. Я нигде ни в одном алкомаркете не видел системы рециркуляции, да, то есть которая будет чистить, обеззараживать воздух. Но если мы зайдем туда в час к вечеру, то мы увидим, что там в небольших помещениях людей набивается как селедки в бочке, при том, что за соблюдением масочного режима никто не следит, потому что охранники заняты, собственно говоря, наблюдением за товаром, а кассиры бедные, они просто не успевают людей обслуживать. Вот он, пожалуйста, прямой источник заражения, но при этом фитнес-клуб не рассматривается как одно из самых, наверное, чистых мест, где вероятность того, что человек заразится, она минимальна. Ну и опять же таки начнем с чего? Еще очень важный момент, который отмечают клиенты прежде всего. Каждый клиент говорит, слушайте, ну я если заболел, то первым делом, от чего я откажусь, это от похода на тренировку. Ну каждый из нас делает ровно так же. Когда у тебя есть какое-то недомогание, и ты понимаешь, что тебе надо идти, бегать, прыгать, скакать, поднимать тяжесть, ну конечно же, ты от этого откажешься. Это момент первый. Ну момент второй, защитный протокол, то есть входной фильтр и так далее, о котором мы уже говорили. То есть вот эти вещи очень хотелось бы, чтобы учитывались. И момент еще один, очень важный, связанный с возможным локдауном, с тем локдауном, который ввели в Москве. И это опыт коллег, которые находятся там, в Москве. Все отмечают, что когда клиентам предлагалось привиться, все сказали, ну а зачем? То есть ведем локдаун. Мы сейчас все дома будем сидеть. То есть это оказалось совершенно противоположное воздействие, то есть демотивирующее. То воздействие, которое как раз снижает возможную там степень вакцинации населения. Поэтому к таким решениям желательно относиться более, скажем так, продуманно, с анализом каких-то вот этих последствий, которые наступят. И у нас уже пошли ровно такие же, скажем так, обоснования отказа от вакцинации. Мы проводим работу, то есть мы пока что мы получаем в ответ негатив от клиентов, связанный с тем, что, ребята, это не ваше дело, ну или вот таких вот, собственно говоря, отговорок, с которыми мы ничего не поделать не можем. И от себя напоследок хотел бы еще озвучить нашу готовность к сотрудничеству в этом направлении, прежде всего, связанную с чем? То есть мы готовы работать и дальше с клиентами, убеждать их в том, что нужно прививаться, что это прежде всего безопасность для них. Да, конечно, вакцина, она не дает стопроцентной защиты, но она помогает избежать тяжелых последствий и пройти там период заболевания в более простой легкой форме быстрее восстановиться, чему мы опять же таки поможем. Вот, но если мы сядем за стол переговоров с Роспотребнадзором, они нам дадут, скажем так, официальное подтверждение, что, ребята, да, занимайтесь этим вопросом, мы уже сможем с клиентами разговаривать на более серьезном языке. Говорить, ребята, давайте так, то есть мы с Роспотребнадзором договорились, что мы представляем как бы вот общие национальные интересы и мы должны пропагандировать прививки. Поэтому без обид, вы должны привиться. Это первый шаг. Второй шаг, который, ну, по крайней мере, я могу организовать в своем клубе, это организация прививочного кабинета. То есть мы можем отработать с клиентом прямо здесь же полный цикл, то есть вакцинировать его после первичного разговора. Но, к сожалению, мое помещение, то, которое я готов выделить, оно не позволяет, скажем так, поместиться в те площади, которые подразумевают Санки. Если Роспотребнадзор в текущей ситуации, да, то есть экстремально, скажем так, готов пойти на встречу, то мы тоже готовы предоставить это помещение, где будет сидеть специалист, который будет осматривать клиента, выслушивать, и, соответственно, если нет противопоказаний, то будет проводить вакцинацию. Ну, это из тех очевидных, скажем так, вещей, которые прямо в данный момент мы готовы предложить. Если мы сядем за стол переговоров, я думаю, что мы сможем еще какие-то решения выработать и какие-то предложения, какие-то мероприятия совместно разработать. Вот на текущий момент у меня, пожалуй, наверное, все. У меня последний вопрос, у меня вообще миллион вопросов, но я не буду вас мучить. Последний вопрос. В тех антисептиках, которые вы предлагаете клиентам, чтобы обработать руки в виде жидких гелей каких-то, те антисептики, которыми вы обрабатываете помещение, перила, стулья, тренажеры, в этих антисептиках вы не обращали внимания, знаете ли вы, содержатся ли там такие химикаты, как АДБАХ, АДБАХ, ПГМГ и диоксид титана? Честно скажу, я не читал состав. Первое требование к поставщику обеззараживателей у меня было какое? Чтобы он соответствовал всем требованиям Роспотребнадзора, в первую очередь, и во вторую очередь, чтобы он не имел каких-то резких запахов, которые будут демотивировать клиента от его применения. Потому что спиртовые зачастую, когда люди начнут применять, это страшное дело становится. Это раз. Во-вторых, опять же, какие-то запахные рецепции, тот неприятный, тоже ничего хорошего. То есть в первую очередь, конечно же, требования Роспотребнадзора. То есть если средство прошло сертификацию, если оно получило разрешение для применения в этих целях, мы его применяем. Если нет, конечно, то не применяем. Ну а на состав, я думаю, это немножко не наша юрисдикция даже. То есть если состав допустим, как говорится, все необходимые документы, то мы не можем поставить под сомнение то, что решили эксперты. Спасибо большое за внимание и интересы к теме. Спасибо коллеги. Спасибо. Ну, хоть ничего не забыли сказать. 33 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова